Узбекистан намерен использовать опыт Советского Союза при обучении русскому языку, сообщает сайт Московского Дома Соотечественника. По информации заместителя руководителя Московского Дома Соотечественника Юрия Каплуна, в годы существования СССР ежегодно до полутысячи представителей Узбекистана поступали на филологические факультеты в России. Юрий Каплун напомнил, что эти группы носили название «Русский язык в национальной школе». Теперь в Узбекистане намерены вернуться к прошлому опыту. Этот вопрос обсуждался в ходе семинара, прошедшего в эти дни в Ташкенте и посвященного повышению квалификации учителей русского языка. Конференция состоялась в первый раз за последнюю четверть века. Ее участниками стали 110 преподавателей русского языка из школ, колледжей и вузов Ташкента и близлежащих городов Узбекистана. Главная организация, активно работающая над распространением русского языка и российской культуры в Центральной Азии, «Русский мир», ранее сообщала, что в Министерстве образования Узбекистана предложили создать Центр русского языка, который станет центром распространения российской культуры в стране. В вузах Узбекистана вновь вводится пятибалльная система оценки знаний студентов. Соответствующий документ был подписан Министерством юстиции Узбекистана. Наблюдатели отмечают, что данная система оценки знаний существовала в Советском Союзе и ныне существует в российских учебных заведениях. По мнению независимых наблюдателей, все эти факты свидетельствуют о наличии у режима Мерзияева курса на заближение с Россией, как минимум в культурном плане, что является крайне опасной тенденцией для сохранения идентичности народа Узбекистана.